всем привет новая sonata радикальный черный цвет хрома много передние датчики парковки честно говоря мне вот такая вот морда не совсем заходит как-то вот я так понимаю что не как я так предполагаю что мое мнение что если где-то как-то корейцы чуть-чуть перестарались ну вот не знаю мне такой дизайн не очень заходит что это такое отсюда идет эта полоса здесь она почему-то заканчиваться или что из остатков делали или как потом пошло дальше да потом она по грубе приходит ну какой то вот что они хотели этим подчеркнуть дизайнеры честно говоря не очень понятно здесь какой-то такие вот такой клык зигзаг сюда приходит чему тут тоже видите как еще и сделано так не совсем красиво то есть вот тут прям пасть не чувствует что перепад выше ниже я не поддерживаюсь просто я высказываю свое мнение то есть как-то вот ну не знаем сейчас посмотрел про новую октавию ну вот наверно и будем ну скажем так немного сравнивать с новой октавией давайте для начала почитаем новая sonata 6 рт двухлитровый движок style 2020 что здесь у нас объем движка 2 литра 7,3 литра расход смешанный цикл 9,6 разгон до сотни 150 лошадок 192 ньютона метра 200 максималка объем бака 60 литров светодиодные фары проекционного типа из доп здесь автохизиалка с автозапуском каждый салон и багажник защиты картера защита радиатора 1 миллион девятьсот тридцать восемь тысяч стоит такая машина и так у нас здесь с вами дух литровый движок 150 лошадок и здесь все ступенчатый автомат уж коды октавии будет стоять средний как это но вернее как там будет 3 . 16 от отма потом будет 1 и 4 150 лошадей и будет еще движок двухлитровый то он будет попозже 190 лошадок так вот мы берем вот этот средний движок тоже так 150 лошадок будет turbo и будет стоять восьмиступенчатый автомат смотрим без ключевой доступ но диски опять же на любителя кому как нравится антенна акуле плавник тут что-то такое типа спойера сделано ну вот что-то типа жабра да типа эти потоки воздуха так направляется здесь что мы имеем камера заднего вида sonata сзади датчики парковки здесь что много рычажка бюджет и самым мощным мотором тоже будет много рычажка вот сюда мы нажимаем кто не помнит и багажник открывается тоже видите петли но они так облагорожены пластиком якобы вы спросите как бы их нет да или или что мы сразу должны сказать ну да ну ну нормально что они же пластики а просто дуба петли считается вот еще в эта фигня зато у нас вся крышка на виде небольшая отделана за этим карпитом ну багажник может быть небольшой а вот этот сам проем вот этот вот он не очень такой широкий поэтому здесь что-то уже широкие ограничения бы хотя на такие машины что то возить габаритно согласитесь ну какой-то нонсенс если вы купили словом скажу такую машину то где-то наверно вам будет не трудно заказать и газельку что-то перевести блин а делать палец засунуть чтобы поднять все вскоре соната смотрим до полноразмерная запаска continental но это же видите здесь есть неприкрытый металл к сожалению тут почти по всей его до ширине багажником пластик идет бывает что вот этот карпин заходит сюда ну и соответственно только вот небольшое место где чемодан может там на шоркать а тут прям вот сделан до конца хорошо я так понимаю даже спинки отстегнуться ничего не происходит также как джетти закрываем но диски подречь на любителям спереди и сзади имеется брызговички небольшие давайте в салон снаружи как ну соната и соната повторюсь мне лично мне старой больше нравится чем вот такой дизайн были мы в питере вечером ехала такая машина всего того загнутого но честно говоря не знаю вида никакого это только мое личное мнение я не то чтобы вот типа кого-то отговорить или там машину так обгадить нет просто что это мое мнение широкие смотрите у нас проем машина дорогая сразу видите раз идет цельношно полная дверь на горячую бац и из двух половин потом нету здесь никаких сварных и дешевых все зачетно могут живут мягкий вверх ведь у нас салон какой светлый да тоже светло все сделано и тут обратили внимание у нас широкая сам подлокотник кожи как ручка и тут есть приливы для пальцев то есть вот цепляется то есть если руки вас мокрые то ветром порыва ветра дверь у вас из рук не вырыт отлично ручка такая ну какая есть тоже мягкая вставочка тут сожалению отделка видите пластиком в шкоте уже здесь будет стоять карпит но и тут память сидений где у нас босс тут тоже все на высоте складываем зеркала еще плюс видите как все работает что присаживаемся здесь электроорегировки сидений еще и поясничный подпор выперл так давайте присаживаться вот максимально отодвинуя назад смотрим то есть тот случай когда все должно быть гармонично и допустим в салоне но тебе нравится должно и внешне должно нравится в лично мне допустим внешность уже не нравится соответственно и как бы поэтому допустим я бы себе такую машину не стал приобретать по рулю смотрите кожаный руль здесь ну так получается 1 2 считаем 3 4 то есть у нас тут 4 спицы в октавиях теперь будете вот вот так тоже видите две спицы будут идти как европидах кстати как и в короках вот но в новых октавиях теперь появится такая опция то есть если вы не хотите двухспицевый руль то как опцию вы можете заказать трехспицевый руль прикольно да я в себе заказал трехспицевый под ролевые лепестки и голосоуправление включаем громкость работа с телефоном папки треки работа с круизом с братом компьютером и так далее все это понятно здесь как видите у нас ручки нету то есть у людей у которых больная поясница здесь будет проблематично выходить из машины такая приборка отключение спи только 3 багажника яркость подсветки и угол наклона фар достаточно легко смотри как руль ходит и ходы большие в общем-то неплохо такой вот у нас экран сейчас естественно все включено вставки дайте вот как в этом x-ray cross до коричневого дайте не знаю правильно не правильный салон допустил одного такого цвета на 2 вставки дайте сверху как считаете нужно не нужно было такое делать естественно что здесь климат-контроль подарю все этого руля кондиционер рециркуляция ну вот эти вот опять же знаете вот эти иероглифы не должен есть пленочка стоит на пленочке это вроде думаешь и нет пленочки нет или есть а вода пленочка есть вот она и такое что все это на пленочке потому что потому что ездить вот с таким вот иерога не совсем приятно что тут мы имеем целая розетка юсби разъем здесь все такое вот розетка беспроводная зарядка ну и собственно вот видите как здесь уже кнопку нажимать много то я же будет такой небольшой джойстик я все делаю привычки круглой обзор включение датчиков парковки и выбор режима движения автохолд и еще на свете стоит заглушка и обратите внимание на многие кнопочки ищут мир уже поснимали на ноги на почках еще везде стоит вот талфанка тут глубокие подстыканники еще с фиксаторами нас запираемый бардачок так все работает то тоже всем мягким отделана зеркало шторка подсветка здесь зеркало шторка подсветка имеется да почему до 5 здесь черного утра черный узел зачем непонятно ну так соответственно глонасс такие вот небольшие сопла почему-то и в общем то они получаются будут вам тут тупо в грудь как-то вот не совсем такое приятно а если хочу допустим чтобы мне вверх уже не получится но и вот он торчащий собственно этот экранчик и виде здесь еще опять же раз изгиб и тут еще сделал то есть как тот все это дело надо было опять же этим внутренний горячий то есть ответственно то все удорожает все это делом так по сиденьям хорошие боковые упоры тут ремни пуске регулируются и здесь есть микро лист понятно да у нас тут получается все эти перфорации смотрим такой большой подлокотник не сдвигается хотя уже куда же двигаться так длинный и после тела не регулируется ну что давайте мы сейчас под тебя подстроим это дело кстати много октаве тоже будет вот это вот все электро регулировка сидений там и так далее ну да вот так наверно поехали мы идемте назад видите нету этих резиночек вот здесь и поэтому так виде ручка лязгает эту вещь у нет ну тут уплотнитель и подружки поэтому такой звук сзади тоже вверх мягкий тут тоже всем мягким отдела подарю сидений двухступенчатый так мягенько все ведь и работает но или это стеклоподъемники присаживаемся сами практически за собой что мы тут имеем крючок там тоже крючок такой простой свет и вот он ведь из нас как раз над задним сидением тут карман имеется карман имеется видите как все пластиком отделка ну то есть во первых чтобы не пачкать или чтобы легче помыть и вторых чтобы ты кожу здесь не пачкать на и опять же на коры сэкономили поставить эти пластиковые вставки вместо как видите раз два три это сел сам за собой место на валом тут что она предлагает сила розетка ну и тут вот воздуховоды и тоннельчик имеется здесь видите подлокотник сзади допустим вот лямочки нету села дома как я сюда палец вашего который смысл с маникюром поломает вон нахрен сразу блин почему здесь такую лямку не сделать эту хлястик непонятно сэкономили три у нас имеется здесь подголовника углу на сидений хороший и наклон спинки тоже кстати хороший ну в общем такой салон но и давайте так заочно немного по сравниваем то есть здесь у нас движок атмосферность 150 лошадей средний двигатель в октаве будет сай 14 тоже 150 лошадок и будет стоять восьмиступенчатый автомат здесь у нас стоит 6 ступенчатый автомат там у нас будет алькантара трехзонный климат-контроль будет стоять кстати ну и в общем куча куча всяких естественно плюшек а skoda тоже у нас будет кнопка запуска двигателя будет стоять адаптивный круиз-контроль электропривод багажника и так далее то есть по деньгам машина будет либо стоять столько же либо будет чуть чуть дешевле но я не знаю как и считать что лучше купить будет такую октавию или вот такую машину как сюда пишите комментируйте интересно порассуждать у кого допустим у корейцев или у чехов в купе с немцами лучше школа вот они что же да смотрите какая машина представительна то есть корейцы тоже старались мол мы тоже вот так могем вот и так далее да а в итоге получается что все равно выходит конкурент и чуть-чуть лучше там лучше там лучше там лучше там лучше там и в итоге машина действительно переигрывает допустим вот эту машину ну условно и продажи показывают что октавий как хоть даже с четырьмя этими фарами вот они они продавались тоже неплохо пишите комментируйте всем пока счастливым единственное оружием единственное оружие вот и вот и Продолжение следует...